В Пекине прошла выставка достижения на тему стремления к новой эре. Новые разработки в провинции Хейлунзиан, представленные физическими моделями, аудиовизуальными видеороликами, а также картинками и диаграммами, в выставочной зоне провинции Хейлунзиан произвели глубокое впечатление на посетителей. В выставочную площадь Хейлунзиана занимает в общей срочности 160 квадратных метров и разделена на 5 частей. В ней используются различные инновационные методы, наглядно демонстрирующие с разных регурсов. И во всех направлениях практики и претворения в жизни провинции Хейлунзиан важны указания генерального секретаря ЦК КПГ Стимпина. При связи с достижением экономического и социального развития, а также огромной прогрессы в производстве и жизни людей со временем 18-го национального съезда КПГ. Хейлунзиан не только взяла на себя весомую ответственность за 5 основных направлений безопасности, но и как я вижу, наука и техника здесь развиваются так успешно. Это что способствует качественным изменениям и содействует развитию страны в целом? В провинции Хейлунзиан 12 лет подряд занимает первое место в стране по общему производству дерна. И одна из каждой хозяйственной миссии крысы, которая имеет диму, поступает из Хейлунзиана. Я тоже со северо-востока Китая. Я испытываю восхищение и гордость. Ряд фотографий и моделей первого в мире и первого в Китае национального тяжелого оборудования наглядно объясняют в кратах в провинции Хейлунзиан в обеспечении безопасности национальной отрасли энергетической безопасности, в выполнении задачи по общему развитию и безопасности. Этот круглоговодный беспиродный подводный аппарат, спроектированный фосорвистами с образом коррория, названный УКОН, был разработан Институтом морской инженерии Харпинского инженерного университета. На снимке запечатлено, как он готовится нырнуть в Марианскую впадину. В 2021 году аппарат УКОН завершил четыре эксперимента в самой грубокой в мире Марианской впадине, покив рекорд погружения на глубину 10-1028 метров, установленной в мае 2020 года, и завершил полностью автономную подбосную навигацию, что обеспечило важную техническую гарантию для развития страны в образе морской науки в будущем. Я хорошо помню эту фотографию. В то время я спасил техники и поймал большого гарпа. Весе должно быть 27-28 граммов. Самое главное, что естественные ресурсы фыжоков в наши дни хорошо охраняются, и рыбы становится все больше. Доходы рыбаков, естественно, растут. Хэлэн Дзян, покадая естественными ресурсами, является агрогическим барьером в северной части Китая. Помимо противо на выставке предоставлена сцена национального барка сибирских дигров и леопардов. Она демонстрирует действительно разнообразную фурору и фауну барка и воспроизводит изберье естественных рисов. С момента реализации двух берутных проектов в нашем барке в 2017 году в новой поверсии дигры и леопарды. В настоящее время в Дунюне обитает около 12 тихих сибирских дигров и 17 северо-восточных леопардов, а также появилась и пятнистая андилопа, которая истесла 20 лет назад.